Добрый день дорогие друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейка Кройка и Шитьё. И сегодня у нас моделирование. Моделирование вот такого вот платья на худенькую девочку, на стройную фигурку. Потому что очень много времени мы посвящаем разговору о полных женщинах. И хочется не забыть, собственно говоря, и вот таких вот барышень. И так смотрим на технический эскиз. Здесь естественно видим фотографию, составляем по фотографии вот такой вот технический эскиз, где в деталях разбираем, что на каких местах должно быть. Ну, как вы видите, основой этого платья, да, здесь застежка у нас еще есть, пуговочки. Вот так вот нужно мне нарисовать, да, пуговочки нарисованы довольно-таки часто. Обязательно пуговочка по линии талии должна быть. Ну, и внизу где-то они заканчиваются, чтобы было место для ножки, для того, чтобы расходилось. Заднюю половинку мы не видим, но давайте поймем, какие выводы, как нарисовать технический эскиз, как поставить себе задание, исходя из того, что мы видим спереди. Верхняя часть явно представляет из себя корсет, где сделаны конкретные вот такие корсетные чашечки. Все очень по фигурке, исходя из чего мы понимаем, что прибавка по груди должна быть 1-2 сантиметра, чтобы грудь не была приплюснута. Мы ее немножко увеличиваем. А прибавка по талии, вот в данном моменте, от 0 до 1, больше тоже делать нельзя. Дальше, прибавка по бедрам. Изделие отрезное по линии талии. Я считаю, что это 1-2 сантиметра, потому что бедра не обтянуты. Они достаточно свободны, но в то же время ничего лишнего здесь нет. Если вы правильно снимаете мерочки, то 1-2 сантиметра вам вполне достаточно. Можно страховаться припусками. Если вам будет маловато, вы немножечко выпустите. Рукавчик. Рукавчик живет совершенно отдельно. Как бы вот эта вот резинка. В резинку вставляется, сюда вставляется резинка по окату рукава. И он очень хорошо на картинке смотрится. Давайте по нему немножечко поговорим. Вот в таком виде. Эту ручку нам не видно. Зато ее левая рука, она поставлена на талию. Отсюда мы видим, что высота оката вот этого рукава очень-очень маленькая. То есть это скорее всего не вточной рукав, а рукав этот рубашечный, у которого высота оката рукава маленькая, а ширина рукавчика большая. Но у нас будет в базе вточной рукавчик, и мы из него смоделируем с вами тот, который нам нужен. Отдельно хочется поговорить про спинку. Спинку мы не видим, значит нам нужно ее придумать. Если мы внимательно посмотрим вот на эту фотографию, еще разочек в ней вернемся, то мы понимаем, что очень плотно идет прилегание, но пуговички здесь не расходятся. Если они не расходятся, значит мое такое ощущение, что это имитация застежки, имитация платья-халатика, потому что вот здесь эта планочка наверняка пришита, потому что не видно, чтобы здесь расходились вот эти вот пуговички, было какое-то вот в этом напряжение. А если здесь имитация, значит сзади нам нужен обязательно шов. Этот шовчик может нам обеспечить молнию по среднему шву, мы можем туда вшить, и будет прекрасно, все нам удобно, будем в него заходить. И конечно я бы добавила вот такой разрез. Тогда у нас ножки будут иметь свободу и при движении впереди, и сзади. И коленочки не будут слишком открываться, вызывающие вам, будет гораздо удобнее в нем. Ну вот собственно говоря и все, рукавчик да локоточка, здесь я тоже думаю вставлена резиночка, кулисочка какая-то, и она завязывается, но это уже детали. Итак, что у нас есть? Мы разобрали с вами тот фасон, который мы хотим смоделировать, мы выписали наши мерочки и выбрали прибавочки про ткань. Ткань здесь конечно может быть, ну достаточно широкий выбор тканей. Это и хлопок, тонкий хлопок, на джинсу похожий тонкая джинса какая-то, и штапель, и вискоза, и любые смесовые ткани, и синтетические ткани тут могут быть, пожалуйста, если вы хорошо их переносите. Единственное замечание, если у вас будет штапель, вискоза, то есть тонкие ткани какие-то, то верхнюю часть нужно будет обязательно продублировать, потому что вот это все, ну просто оно держаться, вот такую форму иметь не будет. Ну и конечно верхнюю часть этого платьица, как любой корсет, я бы сделала на подкладочке. Юбочку я бы может быть не стала делать на подкладке, а верхнюю часть я бы сделала на подкладочке. Итак, приступаем к нашему моделированию. Тех заданий мы с вами разобрали, начинаем выполнять моделирование. Для этого я сегодня постаралась и приготовила вам базовые лекала немножко побольше. Пусть это вот здесь лежит, нам немножко это видно, да? Какие они у меня? Вот какие. Размер у меня в два раза увеличен. Сейчас я вам их покажу. Так, это мне уже мешает, отложим это в сторонку. Так, и вот, пожалуйста, вот так вот, чтобы было вам виднее, на экран помещается. Вот такая у нас есть базовая выкройка с теми прибавками, с какими мы с вами обговорили. Вот это нагрудная выточка, талиевая спереди, талиевая сзади и плечевая выточка со стороны спинки. Здесь у меня длина изделия небольшая, 50 сантиметров, чтобы на экран помещалась. Вы, конечно, делаете такую, какую вам надо. Но и здесь я показала, что у нас идет обязательно заужение. Как оно выполняется? По линии. Давайте на юбочку отдельно вот так посмотрим, да? Вот эту бумажечку положим. На юбочку посмотрим. Разберем ее. По линии. Здесь приталивание. Приталивание по линии бедер. Сантиметров 5-6 сохраняете, идете. А потом идет заужение. От каждого, от бокового шва, по 1,5-2 сантиметра в бок. Точно так же вы делаете на своих выкройках. Давайте начнем работать, так как изделие у нас отрезное по линии талии с юбочки. Она представляет собой достаточно простое такое вот сооружение. Клея у меня здесь на даче тоже не оказалось. Но работать надо. Поэтому будем выходить из положения таким вот образом. И вы делаете все следом за мной. Итак, у нас есть юбочка. Что мы с ней должны сделать, чтобы выкроить ее на ткани? Для того, чтобы выкроить ее на ткани, давайте пусть у нас вот эта будет желтенькая, это будет у нас ткань. Мы нарисовали линию низа. Отложили вверх нужную нам длину изделия. И нарисовали линию талии. Вот у нас линия талии на ткани. И к линии талии мы уже будем прикладывать. Вот здесь у меня будет кромка ткани. Значит, я должна припустить. Кромочку я срежу. Я не буду это показывать. А дальше я должна нарисовать застежку. Застежка представляет из себя планку. Пусть эта планка будет у нас 3 сантиметра. Если планочка величиной вся 3 сантиметра, значит расстояние до серединки планки будет в 2 раза меньше. Полтора сантиметра. Поэтому мы откладываем вот здесь полтора сантиметра от среза. Кромочку мы уже срезали. И проводим на ткани вот такую вот линию. Но полтора сантиметра нам мало. Нужно еще на ткани добавить припуск. Хотя бы 1 сантиметр. То есть вы на ткани откладываете не полтора, а два с половиной. Ну а я показываю без припусков. Пока без припусков. И вот так вы положили. Дальше. Все просто. Нужно обвести вот эту часть. И заужение вы выполните. А дальше посмотрите, что я сделаю. У меня вот в этой точке нет прямого угла. И поэтому я продолжаю. На полтора сантиметра вверх поднимаюсь. Да? Где моя любимая лекала? На полтора сантиметра поднимаемся вверх. И затем вот таким вот образом примерно к серединке передней половинки мы оформляем вот такую вот линию талии. То есть этот подъем нам нужен с вами для того, чтобы мы могли получить прямой угол в точке соединения линии талии и бокового шва. Но еще вот эта выточка, раствор этой выточки в данном случае у меня 6 сантиметров. Значит я должна показать, что вот здесь у меня будет сборочка величиной 6 сантиметров. Где мы посмотрим после того, когда уточним выкройку вот эту передней половинки лифа. Где нам сделать эту сборочку. Поэтому я ее пока отмечать не буду. Но что я могу здесь отметить? Я могу здесь отметить вот эту часть. Вот эту часть. Это у нас уже, так сказать, готовый вариант. И это у нас будет с вами выкраиваться. Вот. И вот эту часть. Потом остаточек мы дорисуем. Вот. Здесь прямой уголочек. Ну и серединку. Вот когда я отмечаю вот эти все вещи, мне так жалко те минутки, которые уходят на это все. Уточним это дальше. Убрали в сторонку. Теперь работаем с этой спинкой. На спинке то же самое. На спинке у нас будет еще сзади разрез. Значит мы отступаем на величину разреза. Ну скажем 2 сантиметра я отступаю, чтобы припуск было обработать. Можно больше отступить с учетом подгибки. Все зависит от того, как вы будете обрабатывать. Оформляем вот этот разрез. Талию накладываем на рисованную линию талии. Оформляем вот это все. Боковой шов мы просто вот так вот обводим. И здесь конечно же опять поднимаемся на полтора сантиметра вверх. И уходим вот так. И уходим вот сюда. И здесь у нас тоже будет вместо этой выточки у нас будет сборочка. Сколько она у нас будет эта сборочка? Эта сборочка выточка 10 сантиметров. Выточка 10 сантиметров. Посмотрю, значит если у нас вот эта серединка там, я никак не привязываюсь, просто серединку выбираю, да? Мне надо стянуть на 10 сантиметров, чтобы осталось. Значит я должна взять. Здесь у меня 17, 17, 33, так, 17, так, 17, а здесь у меня 16. Вот так вот я отметила. Вот это место где у нас будет. Стянуть я должна, конечно же, не на 10 сантиметров, а стянуть я должна на раствор этой выточки. А раствор этой выточки у меня же масштаб-то другой. Раствор этой выточки у меня был 4 сантиметра. Так вот заторопилась и ошиблась. Здесь 4 сантиметра, А здесь всего лишь у меня 3 сантиметра. Здесь у меня 3 сантиметра. То есть я буду стягивать, с какого места по какое, я потом здесь уточню. Ну вот и мы разобрались с вами, с этой юбочкой, потому что она простая. Так как я перешла на другой масштаб, вы меня простите, пожалуйста, но я немножко еще в нем не ориентируюсь. Ну, я думаю, что вы меня поняли. Теперь мы переходим к разговору о лифе нашем. Лиф представляет для нас особую ценность. Итак, у нас есть вот такая спинка, построенная по всем нашим мерочкам, и вот такая полочка. Во-первых, эта спинка построена, должна быть нами для изделия без рукавов. А когда мы делаем изделие без рукавов, потому что плотненькое прилегание по груди, то вот эти ластовицы, которые у нас идут на расширение проймы, мы должны убирать. То есть боковой шовчик перестает быть овальным, потому что он идет строго по нашим ребрышкам, и вот эта линия бокового шва всегда прямая. Посмотрим на прямой уголочек. Вот здесь есть прямые уголочки внизу, поэтому у нас будет все хорошо. Мы не будем... Видите, какое пойдет соединение? Вот такое пойдет соединение, и будет у нас все красиво. Дальше. Спинку пока отложим в сторону, давайте поработаем с полочкой. Для того, чтобы выполнить вот эту нашу задачу, мы должны выполнить дополнительное измерение. Дополнительное измерение касается вот этой величины. От основания шеи до начала нашего корсетика. Я называю это в своих выкройках VG1, когда мы говорим о корсетах. И от основания шеи до конца нашего бюстгальтера. Мерочка VG2. Высота груди первая и высота груди вторая. Мы это дополнительные измерения. Дополнительные измерения. VG1 вам нужно и VG2. Я не буду приводить конкретные цифры. Они у вас будут. Посмотрите. От этой точки, от точки основания, у основания шеи, я выбираю, ну и, например, эта у меня мерочка будет, скажем, вот здесь. Откладываю вниз мерку VG1. Отсюда вниз, вот так вот, я отложила мерочку VG1. Давайте ее штрихами вот так покажем, что в этом направлении сюда мы отложили, поставили засечку. Здесь же можно отложить мерочку VG2. Куда я ее хочу? Ну, хочу где-то вот сюда, допустим, ее отложить. То есть я продолжаю мерить вот эту линию, и от самого верха вот так вот я откладываю мерочку VG2. Вот это у меня мерочка VG2. Не хотелось мне здесь рисовать, потому что у меня будет еще много здесь работы. Ну, что делать? Ладно, пока буду работать карандашом. Смотрим снова на наш рисуночек. Где у нас центр груди? Вот он, центр груди, да? Значит, вот этот рельефчик, который мы здесь видим, видимо, идет из центра груди. И здесь то же самое. Значит, где у нас центр груди? Вот он у нас на выкройке центр груди. Вот эту выточку мне нужно перенести под центр груди. Измеряем ее величину. Влево и вправо откладываем по половинке выточки и рисуем эту самую выточку. Посмотрите, она оформляется вот с таким прогибом. Где у нас вершина выточки? Вот она. Значит, я должна нарисовать вот такую штуку. Раз, здесь. И два. Выточку перенесли. Перенесли вот в это место. Хорошо. Значит, здесь уже ее нет. Она у нас переехала. Переехала вот сюда. Дальше. Мы начинаем оформлять. Смотрим на этот рисуночек. Нам надо нарисовать форму вот этой чашечки. Видим, что вот этот центр. От центра вправо полтора сантиметра. Вот он центр. От центра вправо полтора сантиметра. Мы должны отложить. Вот я откладываю. Пытаюсь привыкнуть к этому масштабу. Вот так отложили полтора сантиметра. И еще. Еще от этой серединки отложить нужно примерно тоже сантиметра или полтора. Вот это у нас как бы верх. Вот этой чашечки, да? На мерке VG1. Вот это у нас низ этой чашечки. Можно вот так вот нарисовать эту линию. Так, низ. То есть ограничение по верху, ограничение по низу у нас находится с помощью вот таких измерений, да? Потом мы находим от планочки, откладываем еще один сантиметр и начинаем просто рисовать. Ну, сначала можете нарисовать вот такую линию. Так. А потом ее в нижней части как-то вот так вот скруглить. Допустим, вот так скруглили, да? Тут как раз выточка. А как вот сюда прийти? Обращаем внимание вот на что. Сюда мы должны прийти. Какая мерочка у нас откладывается от центра до проймы? Мерка ШГ2. Вот она у нас, мерка ШГ2. Обычная, да? Вот это измерение от серединки до проймы. Это мерочка ШГ2. Это точка С, центр груди. Вот. Так здесь у нас живет наш бюст, наша грудка. Значит, мерка ШГ2 всегда является ограничением для любой чашечки. Чашечку рисовать вот до сих пор до бокового шва нет никакого смысла. Поэтому я ограничение справа тоже изобразила и уехала и оформляю вот так вот овал внизу. Вот такой овал внизу нарисовался у меня. Все. Внизу мы построили нижнюю часть чашечки. Затем, давайте разберемся с верхом. Итак, вот это у нас ограничение. Мы пересекли нашу выточку открытую вот в этой точке. Измеряем левую сторону выточки, откладываем ее с правой стороны, потому что выточка закроется, стороны должны совпасть. Получили еще одну точку. И эту точку, кто корсетики со мной строил, знайте, я увожу прямо вот сюда. Вот сюда вот. То есть вбок. Вожу вбок. И поэтому вот эта выточка у меня закрывается. Дальше. В общем-то, уже многое чего нам понятно. Дальше я опять смотрю на свой технический эскиз. Верхняя часть, видите, у меня не прямая нарисована. Она нарисована вот с таким прогибом. Значит, я должна нарисовать какой-то небольшой прогиб. Оформляем этот прогиб. Ну, может быть, здесь я нарисую его вот как-то так. Выпукло немножко. Ну и что? И пора мне уже начинать вырезать все. Итак, что мы имеем? Я пока не вырезаю очень глубоко вот эту планочку. Не вырезаю, потому что я могу это добавить потом на примерке. Так, вот так я разрежу. Затем, эта планка у нас может быть приточная, поэтому я не буду планку вырезать. Я вырезаю саму чашечку. Вот так, вот так, вот так, вот так. Открытая выточка. Открытая выточка, это плохо. Значит, мы сейчас разрежем верхнюю часть. Это позволит нам закрыть вот эту нашу выточку. Так, закрываем вот так вот аккуратненько выточку. Видите как? Вот так вот частично закрылась эта выточка. И после того, как она закрылась, я делаю вот этот вот разрез. До конца. Так вот делаем. Делаем, 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 делаем вот такой разрез. Здесь верхняя часть вот такая вот. Значит, мы дорезаем до сих пор. И дальше я должна закрыть нижнюю выточку. Чтобы закрыть нижнюю выточку, я должна разрезать верхнюю выточку. Верхнюю вот так. И вот так вот. Вырезала вот этот вот остаточек. Вот этот остаточек я вырезала. И теперь я закрываю верх. Вот и посмотрите, что у нас получилось сверху. Можно добавить небольшой овал. Вот такая вот получилась история вверху. Вот так получилось у нас сверху. Ну и глядя сейчас. Так, здесь у нас шов. Поэтому вот эту выточку так овально я ее сразу и вырезаю. Талиевую. Остаток талиевой выточки. Верхняя часть ушла у нас в чашечку. Вот так. Вот посмотрите, как получилось. Вот такие детали у нас уже вырисовываются. Вот. Эта часть нам просто уже не нужна. Отложим ее в сторону. И осталось нам нарисовать только верхнюю часть вот этого вот изделия. Но я, конечно бы, сейчас я вижу, что мне хочется вот здесь вот поярче вынуть. Вот здесь вот пониже, может быть, отрезать. Да? Но я не буду рисковать. Можно сделать это из макета. Из макета уже посмотреть, попробовать, как вам оформить вот эти вот чашечки вверху. Ну, допустим, еще я вот так вот подрежу, да? И, глядя на то, что у меня посерединке идет фасонная линия, вот эта вот линия фасонная, да? И она немножко как бы вниз опускается у нас, форма у нее. Я рисую вот эту фасонную линию. Вот так. И как-то, например, вот так. Так. И вот так. Нарисовали, сложили, проверили. Ну, вот, как-то похоже на правду. Ставим контрольные точки. По ним вырезаем. И оформляем окончательный результат. Вот так мы размоделировали с вами все выточки. Сейчас я... Сколько времени там? О, 24 минутки. Как много. Сейчас я обведу то, что у нас получилось. Ну, вот, дорогие мои, что у нас получилось с вами с полочкой. Время наше уже сегодня вышло. Значит, спинка и рукавчик у нас пойдет на следующую часть. Постараемся не затягивать со съемкой следующей части и выложить ее где-то в серединке недельки. Вот такая у нас сегодня история с вами получилась. Ну, и, конечно, я добавила контрольные точки. Все. Всего всем доброго. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всегда ваша Галина Коломейко. До новых встреч!